Девятое мая 2018 года для Ульяновска знаменовалось страшным дорожно-транспортным происшествием. Вечером праздничного дня на проспекте Нариманова машина со скоростью, которую не удалось установить, сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу мальчика. Насмерть. Ни на миг не притормозив, автомобиль умчался, оставив ребенка умирать на асфальте на глазах у родителей. Чуть позже появилось сообщение, управлявшая машиной беременная женщина могла быть в состоянии опьянения. Погибший мальчик в том году должен был пойти в первый класс. Приговором суда виновница чудовищной по всем меркам трагедии получила реальный срок заключения. А это кадры другого громкого ДТП. 21 июня 2021-го на президентском мосту водитель грузовика наехал и просто смял идущую впереди легковушку. Погибла семья из Самарской области. 29-летний мужчина, 26-летняя женщина и их двухлетняя дочка. На съемке видно, что уйти от столкновения шансов не было. Стало известно, сотрудник Дорремстроя, управлявший тем самым КАМАЗом, был не трезв. Авария стоила трех жизней и должности на тот момент руководителю городского предприятия Владимиру Чумуркину. Это лишь пара примеров, наиболее резонансные происшествия последних лет, катализатором которых стали промиле. Ежегодно на дорогах России по вине нетрезвых водителей гибнут сотни людей. При столкновениях машин, при наездах на пешеходов, казалось бы, простое правило – выпил, за руль не садись. Но по какой-то причине некоторые считают, что правила существуют, чтобы их нарушать. За прошедшие шесть месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 33 были ранены. Сотрудниками госавтоинспекции были задержаны 1184 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 140 из них были задержаны благодаря бдительности неравнодушных граждан. Если вдуматься в прозвучавшее число, более тысячи потенциальных дорожно-транспортных происшествий всего за полгода только в Ульяновской области. Конечно, далеко не всегда нетрезвая поездка заканчивается трагедией. Но стоит ли искушать судьбу? Жизнь и здоровье человека – несопоставимая цена сомнительного удовольствия. Сообщите о нетрезвом водителе сознательный долг законопослушного гражданина. И не нужно думать, что вы сделаете от этого кому-то плохо. Лучше подумайте, что ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Возможно, даже самому водителю. Если вы заметили неадекватное поведение водителя на дороге, наберите номер телефона. Любой из тех, что вы видите на экране, или же единый номер служб экстренного реагирования 112. На предотвращение дорожно-транспортных происшествий направлена профилактическая акция «нетрезвый водитель». Практика показывает, наибольшее число нарушений происходит в периоды праздников и выходных дней. Как правило, рейды заканчиваются задержанием нескольких участников дорожного движения, севших за руль вопреки закону и здравому смыслу. Практически каждую смену, каждую ночь, когда я заступаю на дежурство, такие водители попадаются. Профессиональным взглядом инспектор легко вычислит автомобиль, которым управляет человек в алкогольном или наркотическом опьянении, даже если кажется, что доля употребленного ничтожно мала и на качество вождения не влияет. Влияет. На самом деле все влияет. Даже малая доза алкоголя, она, к сожалению, снижает бдительность водителя, осторожность, аккуратность. У него появляется чувство безнаказанности и желание увеличить скорость, нарушить какие-то знаки дорожного движения. И все это приводит, к сожалению, к трагическим последствиям, в том числе и с летальным исходом. Чувство эйфории, ложное последствия реальной наказания за пьяную езду, лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Штраф 30 тысяч рублей. Повторное нарушение классифицируется уже как уголовное преступление. За это грозит до двух лет лишения свободы. И все это наиболее благоприятный исход, когда инспектор опередил беду. Это сам прибор, который проводит освидетельствование алкогольного пьяния. Сюда подсоединяется мундштук чистый, он всегда новый, обязательно запечатанный. Это все подсоединяется, включается. Через какое-то непродолжительное количество времени водитель продувает. Выходит на экране результат. Установлено опьянение или не установлено. После чего мы на принтере этот результат распечатаем. Вот отсюда выходит чек. Нарушение координации, заторможенная реакция, сбивчивая речь. Даже при отсутствии характерного запаха эти признаки выдают нетрезвого водителя. Остальное покажет сверхточная техника. Сиднее дыши прямо. Кому же дыши? Неседуши, дыши. Неседуши. Всего стаканчик со слов задержанного. Допустимая норма превышена в три с половиной раза. Важное напоминание. Отказ от проверки на состояние опьянения с презумпцией невиновности не имеет ничего общего. В наркологической больнице Ульяновска дежурные медики за сутки проверяют по два-три водителя с подозрением на наркотическое или алкогольное опьянение. Медицинское освидетельствование включает в себя несколько этапов. Первый – это осмотр врача-специалиста, затем инструментальное и лабораторное исследование. Медицинское освидетельствование проводится при наличии у лица документ, удостоверяющий личность, либо на основании протокола. Положительный результат пробы выдыхаемого воздуха – основание для повторного теста. Все данные документируются. Кроме того, специалисты проводят осмотр и химико-токсикологическое исследование проб биологической жидкости. Это моча. Производится забор в одноразовый контейнер в туалетной комнате. Затем происходит само химико-токсикологическое исследование, которое тоже происходит два этапа. Предварительный с помощью анализаторов или так называемых тест-полосок, либо второй уже подтверждающий. А это уже на приборе с помощью хроматографа. Такое тестирование помогает выявить наркотическое опьянение. Установленный факт нетрезвости запускает процедуру лишения прав. С момента вступления в силу соответствующего судебного решения у водителя есть три календарных дня, чтобы сдать документ. Получить его обратно можно по истечении срока наказания, назначенного судом, и после теоретического экзамена в ГИБДД. От полутора лет в статусе пешехода суровые кары, которые водители подвергаться, разумеется, не хотят. Однако попытка скрыться от остановившего для проверки экипажа – совсем уж плохая идея. Конечно, много таких случаев. Бывает, когда водителя останавливаешь, он посмотрит на нас и начинает от нас угонять. Мы начинаем преследовать. Бывает, даже в два-три экипажа преследуем. Погоня на городских улицах – явление действительно опасное и для нарушителя обстоятельства отягчающее. Под воздействием запрещенных веществ человеку может казаться, что он способен на неистовые маневры. Но на самом деле единственное, что можно делать автовладельцу в нетрезвом состоянии – не садиться за руль. Добрый вечер. У нас сегодня проходит профилактическое мероприятие «нетрезвый водитель». Напоминаем всем водителям о необходимости управлять транспортным средством только в трезвом состоянии. Ни в коем случае за рулем не употребляйте. К таким остановкам на дороге ответственные водители относятся с пониманием. Потому что это безопасность себя, пешеходов, всех, кто на дороге присутствует, водителей других. А такие акции вообще нужны, на ваш взгляд? Конечно, нужны. Потому что много, особенно по вечерам, гоняют пьяных и неадекватных водителей. Так что это обязательно надо. Чтобы выявлять, чтобы не садились пьяными за руль – очень полезно. Столько смотришь случаев, и дети попадают, и с жертвами – это страшно. Я только за. Чтобы ловили пьяных, наказывали, чтобы вообще лишали. В начале июля президент подписал закон, запрещающий тем, кто привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду, сдавать экзамен и получать водительские права до истечения наказания. В соответствии с КОАП срок отсчитывается со дня вступления соответствующего постановления в силу и на протяжении года по окончании его исполнения. Закон вступит в силу 1 апреля следующего года. Эти изменения в 2020-м предложила МВД. Наказание становится строже. Цель одна – повысить гражданскую ответственность. Проявить ответственность – гражданский долг каждого участника движения. Еще раз, если вы стали свидетелем управления автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщить об этом необходимо. Госавтоинспекция Ульяновской области обращается к гражданам с просьбой оказывать всяческое содействие в недопущении нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, и своевременно сообщать полиции об имеющихся фактах. По специально выделенной телефонной линии по номеру 8 84 22 736 735, 8 84 22 736 736, по телефону дежурных групп госавтоинспекции 8 84 22 73 55 77, 8 84 22 73 60 60 и телефоном дежурных частей территориальных органов МВД России по Ульяновской области, либо по телефону Единой службы спасения 112. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok